Вожделение, гнев и жадность. Он говорит, пойдемте к этим вратам. Все медиапространство убеждает нас, рекламирует, зажрало нас в тисках. Но давайте же повернемся к тем трем вратам, где Господь, сияющий, чистый, любимый, не оставит нас никогда. Да будет Багавата Курана. И самое сладкое в ней это повествование о играх, нектарных играх нашего Дорого Господа. Да не оставим мы их. Да возьмем их. Возьмем их. Зажгем в свое сердце Багавата Курану. И разводим всем с радущим. И убогим. Блескаре пирует один. Это было сильное окончание. Включитель, я должен был начинать. Я не стану меркнув. Попробуй в этом же духе. Очень сложно понять все веды. Поэтому пришел Кришна, как писадева, и разделил веду, ой, веду на четыре части. Потом составил веданту, подвел итог и написал комментарий. Это Шимат Багавата. Очень могущественный. Такие великие мудрецы, как Париши, или мудрецы на Миширане, они совершили эту аскезу для того, чтобы понять Шимат Багаватам. Потому что только через Шимат Багаватам можно постичь любовь к Кришне. Для нас сейчас это очень актуальное описание. Продолжение следует...